Создать республиканский фонд для борьбы с коронавирусом предложил Ельбаса во время утреннего обращения к народу. Дабы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику, следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад. Цитата Нурсултана Назарбаева. Эту работу должны осуществить акимы соответствующих территорий, вложить деньги в фонд и помочь стране в этот непростой период. Казахстанцы смогут на добровольной основе. Ельбаса уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена для страны. Президент страны Касмжо Мартукаев лично проверил работу блокпоста в столице и поручил премьер-министру быть готовым к худшим сценариям развития. Глава государства призвал казахстанцев с пониманием отнестись к вводимым мерам. В стране все они принимаются ради безопасности населения, подчеркнул он. Аким Нурсултана и министры профильных ведомств доложили президенту о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас на семи блокпостах близ столицы задействовано больше 400 сотрудников силовых структур. А уже с 22 марта в городах Нурсултан и Алматы полностью остановят авиа- и железодорожные сообщения. Сколько времени продлится карантин, пока неизвестно. Работа важная, служба необходимая, желаю вам успехов. Сейчас в нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Видите, что происходит в мире без решительных действий. Сейчас эту очень опасную болезнь остановить невозможно. Нужны согласованные действия, сплоченность. И, конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Но думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан. По информации к этому часу зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией сегодня. Таким образом, общее количество по стране уже 49. Это граждане, у которых подтверждено наличие в организме вируса COVID-19. Из них 22 факта в городе Алматы, 25 в Нур-Султане и 2 в городе Караганда. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах. Летальных исходов нет, сообщают представители Минздрава. Еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в нашей стране. По Караганде 2 случая. Это пассажиры рейса 0324 Минск-Караганда. Первый – 1971 года рождения и второй – 1972 года рождения. По Алмате 3 случая. Девушка 1982 года рождения и также девушка 1979 года рождения прибыла к нам из Берлина. Второй гражданин 1997 года рождения прибыл к нам из Франции. Состояние всех больных удовлетворительное. Италия вышла на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав по этому печальному показателю Китай. Согласно последним данным итальянских СМИ, в стране от коронавирусной инфекции умерло уже 3405 человек, а в КНР – 3245. Общее число зараженных по всему миру превысило 240 тысяч человек. Хуже всего, помимо Италии, дела обстоят в Иране, Великобритании, Испании, Франции, Соединенных Штатах и Нидерландах. 431 тысячу новых рабочих мест планируют создать в Казахстане в рамках дорожной карты занятости. На ее реализацию выделено 300 миллиардов тенге. Такие меры будут предприняты правительством на фоне пандемии COVID-19. В этот сложный период по всей стране приостанавливают работы объекты малого и среднего бизнеса. Некоторые из-за отсутствия финансового оборота закрываются. В не лучшие времена переживают и крупные компании. Цены на нефть и металлы заметно снизились. Эти факторы существенно бьют по экономике Казахстана. Сотни тысяч людей под угрозой сокращения. Задача государства – не допустить этого. Занятость населения – ключевой приоритет, на данный момент подчеркнул Оскар Мамин. Для решения проблемы глава Кабмина поручил работать совместно с крупными отечественными предприятиями. Необходимо разработать эффективные целевые антикризисные планы. Кроме того, премьер-министр призвал поддержать инициативу Ельбаса о создании республиканского фонда. Казахстанцам необходимо объединиться в этот трудный час. Сохранив рабочий, в поиске находятся 152 человека по конфискации. Ситуация на рынке труда – это ключевые вопросы, на которые мы должны обратить внимание в текущем моменте. Мы видим, какая ситуация складывается на глобальных рынках. Она неблагоприятная. Надо прямо об этом сказать. Исходя из этой ситуации, необходимо нам ввести ежедневный мониторинг. Еще раз обращаю внимание, что всем нашим коллегам и активам регионам необходимо принять четкие скоординированные меры по недопущению социальной напряженности в регионах. Это главная наша задача. Запас ли вы, нужды не знает. Социально значимых продуктов, имеющихся в стабилизационном фонде Алматинской области, хватит на полгода. А уже осенью запас стабфонда пополнится новой продукцией. Соответственно, повода для паники нет. Как нет и необоснованному повышению цен. За этим следит специальная мониторинговая группа. Ежедневно ответственные лица проверяют склады, супермаркеты и продуктовые магазины. По словам представителей управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, данная мера помогает избежать спекуляции. Однако, помимо этого, в скором времени будут применены дополнительные меры сдерживания цен. Сейчас в министерстве торговли хотят разработать предельные цены, согласно которым мы уже будем сдерживать цены. Проект в разработке. На сегодняшний день никакой спекуляции не наблюдается. Обтовики области поставляют товары, заверяют нас, что продукция на складах имеется, что никто не переживал. Могут продукты питания приобретать как в обычном режиме, никакого ажиотажа не создавать. Молоко средняя цена 170-175. Цена на хлеб, допустим, 85-90 тенге по магазинам города наблюдается. Ряд мер по недопущению спекуляций принимает и социально-предпринимательская корпорация ЖТСУ. К примеру, на складах стабилизационного фонда на одного человека выдаётся не более 50 килограммов продукции. Фиксируется на видео и действия работников. Весь материал в конце рабочего дня отправляется руководству СПК. В настоящее время в стабилизационном фонде имеется свыше 2300 тонн продукции. Это сахар, мука, макаронные изделия, рис, подсолнечное масло, картофель и лук. Это достаточный объём для покрытия Алматинской области. В принципе, данный объём хватит до осени текущего года. Новая поставка продукции будет осуществлена осенью, когда мы получим урожай. Кроме того, в целях стабилизации цен на социально значимые товары вышеуказанные товары реализуются в социально ориентированных магазинах. В настоящее время по городу Талды-Курган заключено 5 агентских соглашений, где в данных магазинах установлены социальные полки, где можно по фиксированной цене закупить социально значимые товары. Кроме того, жители Алматинской области и города Талды-Курган могут закупать социально значимые товары на складе стабилизационного фонда, а также каждую субботу на коммунальном рынке города Талды-Курган. В случае необоснованного завышения цен, ответственные лица советуют гражданам обратиться в Департамент Комитета по защите и развитию конкуренции. Номера ведомства на ваших экранах. Школа по-новому чрезвычайное положение внесло свои коррективы в систему не только высшего и специального, но и обязательного среднего образования. Информацией поделилась представитель управления образования Алматинской области. Более 400 тысяч школьников Алматинской области на каникулах. Вместе с тем студенты и преподаватели учатся и работают дистанционно. И только детские сады работают в штатном режиме. Сейчас количество детей в дошкольных учреждениях порядка 33%. Однако за всеми, кто вышел в вынужденный отпуск, места в государственных детских садах и мини-центрах будут сохранены. И оплата за этот период взиматься не будет. Родитель вправе был приводить своего ребёнка в дошкольные учреждения, либо оставить его дома. С 13 марта студенты вузов и колледжей региона также находятся на дистанционном обучении. Из них порядка 30 тысяч составляют учащиеся колледжи. По словам Жаныл Сулейменовой, на базе учебных заведений внедрён ряд обучающих платформ, позволяющих получать знания дистанционно. На сегодня колледжи подключены к следующим образовательным платформам. Платонус, Google Classroom, EditPage, Belem, Model. Я думаю, вот этих проблем по дистанционному обучению у нас не возникнет. И на сегодняшний день мы мониторим ежедневно эту ситуацию, смотрим, наблюдаем, сколько у нас студентов обучается, как они обучаются. Эту ситуацию мы держим на контроле. В первые дни перехода на дистанционное обучение даже в городах возникли некоторые проблемы с доступом на серверы. Задачу быстро решили. А теперь в случае возникновения проблем с подключением интернета их решение ляжет на плечи местных исполнительных органов, комментируют специалисты управления образования области. С 22 марта продажа билетов на железнодорожном вокзале Каратальского района будет приостановлена. Следование всех курсирующих поездов отменят. Исключение составит лишь один – семей Козлорда. На данный момент население может купить билеты по месту прописки. В рамках профилактики коронавируса проводят и другие меры безопасности. Массово обрабатывают места большого скопления людей дезинфицирующими средствами. Упор делается на государственные учреждения, остановки, общественный транспорт. Обрабатывают сотрудники в спецформе хлоросодержащим дезраствором. Работы проводятся два раза в день систематически. С 9 до 10 часов утра и с 5 до 6 часов вечера. Специалисты заверяют, что недостатка дезинфицирующих средств нет. Профилактика коронавируса продолжится до конца периода ЧАЭС. В связи с объявлением пандемии коронавируса в мире по каратайскому работе тоже проводится определенная работа. На данный момент с нашей стороны создан специальный дезотряд. Обозначены все крупные точки, места большого скопления людей. По этим точкам ежедневно наш этот дезотряд проходит, проводит дезинфекцию. Вместе с тем имеется специальная машина, она тоже с большой мощностью подключается и полностью промывает. Казахстанцы массово отказываются от поездок на железнодорожном транспорте. Об этом заявил директор департамента маркетинга и продажа акционерного общества пассажирские перевозки Алмаз Айтпаев. Ограничения введены на въезд и выезд пассажиров в республике. Главный железнодорожный перевозчик страны Казахстан Тимиржола отменил 9 межгосударственных маршрутов и сократил внутренние железнодорожные рейсы по 7 направлениям. Представители компании также заявили о полном возврате денег за купленные ранее билеты. 230 железнодорожных касс работают в круглосуточном режиме. Стоит отметить, что количество возвращенных билетов увеличилось более чем в 10 раз за сутки. В связи со вспышкой коронавируса временно прекратили работу и туристические объекты. Около 250 туристов прервали отдых за рубежом и вернулись домой. Для возвращения граждан Казахстана организовано 17 внеочередных рейсов. В целом на сегодняшний день в 13 странах отдыхают около 4000 казахстанских туристов. Меры предосторожности принимаются и в нашем регионе. На территории Алматинской области закрыто около 140 мест отдыха. В целом согласно указу президента, а также поручения Акима Алматинской области, нам было предложено турфирмам, а также туристским объектам Алматинской области временно приостановить работу. С нашей стороны управление туризма было прорекомендовано временно приостановить все туры выходного дня, которые сейчас проходят в связи с сложившейся ситуацией в стране. К 23 марта текущего города порядка 5000 казахстанцев, находящихся за рубежом, вернутся на родину. Об этом стало известно из официального заявления вице-премьера Ярала Тухжанова. По словам главы Кабмина, количество рейсов по всему миру значительно сократилось. Тем не менее, для казахстанцев были организованы чартерные перелеты. Его граждане, кстати, оплачивают сами. Десятки казахстанских туристов не могут вернуться домой из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Во многих странах, в том числе и в Казахстане, частично или вовсе ограничили авиасообщение. В Комитете по туризму отмечают, люди знали, куда и в какое время летят. А значит, понимали все риски. Но по факту просто их игнорировали. Многие государства уже озвучили информацию, что намерены закрыть свои границы. Однако туристов это не останавливает. Туристические агентства и сейчас продолжают отправлять людей за рубеж, не задумываясь, какими последствиями могут обернуться их действия. В первый день карантина Алматы заметно опустел. Город покинули гости, а жители стараются реже выходить из дома. Меньше стало и машин, сообщает корреспондент Хабар. Чтобы не пополнить ряды зараженных, алматинцы и маски носят ей, помещение сами дезинфицируют. Берут в руки щетки и специальные растворы. В новых условиях по-новому работать начали яйцоны. Теперь на месте можно получить только услуги, доступные, недоступные онлайн. Это выдача паспорта или удостоверения и начисление пенсии и пособий. В свою очередь партия Нур-Отан решила оказывать адресную помощь тем, кто в ней сейчас очень нуждается. На эти цели выделено 150 миллионов тенге. Средства пойдут на покупку масок, гигиенических средств и санитайзеров, которыми обеспечат ветеранов, многодетные и малообеспеченные семьи. Партийцы призывали всех казахстанцев не оставаться в стороне. В школах Уральска открыли уголки самообслуживания. Жителям предоставили возможность получить справки, не посещая отделение цонов. Образовательные учреждения обеспечены необходимой техникой с выходом в интернет. Также в каждой школе есть обученный человек, который при необходимости может проконсультировать. Для получения электронных услуг понадобится одноразовый пароль или электронная цифровая подпись. В целом такой способ работы позволит избежать массового скопления людей в центрах обслуживания, уверенные инициаторы нововведения. В самих же цонах во избежание распространения коронавируса через каждые три часа проводится дезинфекция помещений, а находиться в них одновременно разрешается не более 50 гражданам. Полицейские областного центра проводят рейдовые мероприятия на улицах города. Главная цель – обеспечение дорожной безопасности и наведение порядка на парковках. В частности, патрульные полицейские наводят порядок на территориях автовокзалов и прилегающих к ним проезжих частей. Зачастую частные извозчики не только нарушают правила дороги, но и не имеют при себе необходимых разрешительных документов для перевозки пассажиров. За данные нарушения в отношении 27 водителей составлены административные протоколы. Призвали к ответственности и за игнорирование правил парковки. Такие рейды теперь будут проводиться на систематической основе. Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по улице Шевченко на пересечении улиц Сланово. По незаконной перевозке пассажиров, а также нарушению правил дорожного движения. Также сотрудниками управления полиции города Алурган появляется нарушение под запрещающие дорожные знаки, под знаки «Остановка запрещена». Административные полицейские Алматинской области в целях неотвратимости наказания за совершенные административные поступки и правонарушения перешли на новый метод работы. В связи с объявленным в стране режимом ЧП, полицейские закрыли доступ в изоляторы временного содержания и прекратили проведение судебных заседаний. Однако это вовсе не означает, что дела останутся без рассмотрения. Согласно заключенному соглашению между судами и правоохранителями, судебные слушания будут проводиться в режиме онлайн. Работа управления административной полицией на Алматинской области в режиме территорийного положения продолжается в обычном распорядке. Принимаются дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в специальных учреждениях органов внутренних дел. В рамках установленного временного ограничения судебными органами запланированные судебные заседания проводятся в режиме удаленного участия подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах, то есть без этапирования суды. Для чего на сегодняшнем во всех изоляторах временного содержания по Алматинской области помещения, оснащенные системой видеоконференц-связи, что позволяет проводить дистанционные судебные процессы в режиме реального времени. 700 из 763 самолетов авиакомпании Люфтганза останутся на земле. Немецкий перевозчик намерен в ближайшее время отменить 95% своих рейсов из-за пандемии, а дальномагистральные полеты будут совершаться теперь только из Франкфурта. Добавим, сейчас компания выполняет 20% перелетов на короткие и средние дистанции, а также 10% на дальние. Это крупнейший авиаконцерн Европы. Генеральный директор компании заявил, что чем дольше продлится кризис, тем выше вероятность того, что будущее авиационной отрасли не может быть обеспечено без госпомощи. Лондон – эпицентр распространения коронавирусной инфекции в Великобритании. В связи с этим было принято решение о закрытии 40 из более чем 250 станций столичного метро. Число автобусов будет также сокращено. Мэр столицы призвал граждан совершать поездки лишь в случае крайней необходимости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить за три месяца. По его словам, прогресс будет возможен лишь в том случае, если люди будут следовать рекомендациям правительства и сократят по максимуму личные общения и будут по возможности работать удаленно. Китайский Ухань, где в конце декабря впервые был выявлен коронавирус нового типа, покидает группы медиков, прибывшие в город из других регионов страны для борьбы с эпидемией. За последние сутки от COVID-19 в Китае скончались 8 человек. Количество заразившихся увеличилось на 34. При этом ни один из новых случаев не приходится на Ухань. В целом в провинции Хубей, административным центром которого является Ухань, власти направили 42 тысячи медработников. Волонтеры спешат на помощь. В период чрезвычайной ситуации не остались в стороне и молодежь. Юноши и девушки оказывают максимальную поддержку нуждающимся жителям областного центра. Так, порядка 10 малообеспеченных семей получили от волонтеров бесплатные продукты питания и индивидуальные средства защиты. В списке добровольцев значится еще 5 семей. В ближайшее время им тоже будет доставлено продовольственные товары, а также средства защиты. Стоит отметить, что медицинские маски волонтеры шьют сами. В этом процессе задействованы две группы. Одна работает на дому, вторая в офисе. Готовые маски будут розданы многодетным и малообеспеченным семьям. Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 1300 волонтеров. Со всей области нам поступают сообщения с просьбой о помощи. Это в основном малоимущие семьи, у которых нет возможности закупить продукты или приобрести маски. Поэтому часть наших волонтеров занята пошивом масок на дому. В целом в сборе и раздаче средств защиты принимают участие волонтеры и спонсоры области. Также нас сопровождает медперсонал. Медики проверят температуру и состояние членов семьи. И в продолжении темы отмечаем, что на сегодня силами волонтеров области уже сшито более тысячи масок. Половина из них роздана жителям Талкурганского участка Красный Камень. Вместе с волонтерами посетили жильцов и медики, которые рассказали о важности ношения медицинских масок и о мерах профилактики коронавируса. Помимо масок жителям дачного массива, относящихся к категории социально уязвимых, доставлены продукты первой необходимости и средства гигиены. Наша цель – обезопасить население от болезни, стремительно охватывающую планету, и выполнить свой гражданский долг, отмечают активисты. В планах волонтеров обеспечить как можно больше населения медицинскими масками, антисептическими средствами и продовольствием. Подобные акции проводятся во всех районах Алматинской области. Очень помогли, я дома сижу с ребенком, вот у меня пятеро детей, вы очень помогли мне, спасибо большое. Я каждый день объясняю детям, что важно носить маски и часто мыть руки. И вот волонтеры пришли, маски приносили нам, спасибо большое. У нас в области 1300 волонтеров. Есть 20 волонтерских организаций. В каждом районе есть фронт-офисы, куда неравнодушные граждане оставляют нужные нам средства и продукты, которые мы дальше направляем в нуждающиеся семьи. Огромную помощь оказывают и меценаты. С начала года мы провели более 100 акций, направленных на развитие благотворительности, добрых поступков и реализацию инновационных идей. Такими поступками мы призываем людей быть более сострадательными и не оставаться в стороне. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин